мир вам дорогая церковь я думаю что сегодня каждый понимает и чувствует и видит что все что сегодня было сказано на этом месте оно направлено к тому чтобы мы посмотрели какое наше общение с богом насколько мы находимся близко насколько мы чувствуем что бог рядом с нами знаете есть моменты когда господь несет нас буквально на руках есть моменты когда он ставит нас на ноги чтобы мы ходили сами и в этих моментах очень важно когда мы делаем шаг за шагом куда мы наступаем куда мы идем знаете вот этот псалом который мы пропели не уходи иисус не уходи я думаю это боль души человека мы прекрасно понимаем что христос не уходит христос не уходит хлопнув дверью как это часто делаем и но мы боимся христиане мы должны бояться того чтобы не чувствовать вот той поддержки поддержки иисуса христа в нашей жизни но бывают моменты когда мы идем сами мы делаем сами шаги и часто мы падаем мы падаем по одной простой причине что не всегда мы руководствуемся священным писанием я сегодня хотел бы поговорить об этом и предложить вам порассуждать о трех понятиях с которыми сталкиваются все люди без исключения особенно христиане особенно те которые посещают церковь те которые знают священное писание эти понятия они очень схожи между собою многие не видят большой разницы между ними но разница есть и она очень большая и хорошо когда мы можем различить что есть что зная отличие мы можем правильно отреагировать на то с чем мы сталкиваемся это испытание искушение и соблазн читая священное писание я искал ответы на такие вопросы зачем бог в жизни верующих людей все-таки допускает испытание можно ли верующему человеку избежать искушение и что такое соблазн когда я начал углубляться одно за другими чем больше я пытался глубже копнуть и посмотреть смысл этих слов тем больше я понимал что я ничего не знаю я поэтому решил что мы сегодня поговорим только об одном это о соблазне думаю лучше если мы поразмышляем об одном более глубже и объемнее нежели мы поговорим о всех трех и поверхностно кто-то может вспомнить стихи где говорится о соблазнах про еще кто да слава богу что мы знаем я выписал несколько из них и они на экране я прошу чтобы братья высветили видите есть очень много стихов где говорится о соблазнах слово соблазн встречается в священном писании довольно таки много раз если мы возьмем этот корень соблазн более ста раз сто слов с этим корнем встречается в священном писании мы сегодня поговорим только несколько о нескольких матфея 18 глава 7 стих горе миру от соблазнов ибо надобно прийти соблазнам но горе тому человеку через которого соблазн приходит читая этот стих можно подумать что мир пытается внести в церковь соблазны и горе тому человеку через которого соблазн приходит но дело в том что эти слова были обращены к верующим людям когда христос говорил горе тебе харазим вевсаида горе вам книжники и фарисеи значит состояние таковых ничем не показывалось что они идут правильной дорогой римлянам 14 20 апостол павел пишет ради пищи не разрушай дело божье все чисто на худо человеку который ест на соблазн 1 коринфянам 1 глава 23 стих а мы проповедуем христа распятого для иудеев соблазн а для елена в безумии помните историю когда много людей слушала иисуса христа соглашалась со всем в том числе и фарисеи но потом фарисеи соблазнились матвея 15 12 тогда ученики его приступив сказали ему знаешь ли что фарисеи услышав слова сие соблазнились если бы я попросил вас чтобы вы объяснили своим детям может быть своим внукам те кто родились здесь что обозначает это слово соблазн сколько времени вам понадобилось чтобы донести смысл вот этого слова для для большинства из нас даже тех кто выехали оттуда это понятие довольно таки устаревшие и первое что приходит наверно в нашу голову это соблазн это отношение между полами она его соблазнила он ее соблазнил он соблазнился на что-то или она соблазнилась на что-то и так далее то есть отказались от чего-то как мы понимаем от чего-то то что было раньше неприемлемым оно становится нам приемлемо то есть мы отказываемся от каких-то устоев от каких-то заповедей от каких-то законов которые может быть для нас были когда-то важны мы закрываем на это глаза и мы идем туда где раньше то что раньше нас не устраивало и мы отрицали это все же мы употребляем это слово и в нашем лексиконе зачастую не в силу того что оно нам не нужно очень часто мы не знаем истинного значения этого слова многие сегодня могут засвидетельствовать что они ничего общего не имеют с этим с этим словом с этим понятием соблазнил они могут контролировать себя и им эта тема может быть не нужна но я бы не спешил с этими выводами мы так думаем потому что потеряли какой-то мере истинное значение этого слова приведу пример знаете что в старину уксус использовал использовался не только как может быть приправа для приготовления но также в качестве бытовых бытовых средств дезинфекции и как антисептик генетических и медицинских целях знаете это может быть отрицательный пример но в своих записях если вы знаете кто такая елена уайт она нет неоднократно писала о том что она не может прекратить употреблять уксус она его очень часто пила для нас это непонятно как можно пить уксус мало того что один запах вот этого уксуса он ну немножко отталкивает да я уже не знаю какой у него вкус но мы сможем ответить на этот вопрос только тогда когда посмотрим из чего в те времена делался этот этот антисептик в те времена он имел такое же самое название уксус буквально пару сотен лет назад он мог соперничать по вкусовым качествам с вином и ромом когда мы получаем такую информацию тогда нам становится понятно как можно было иметь зависимость от уксуса понятие особо для нас христиан что-то отрицательное и чуждое и она принципе как мы считаем должно и быть таким и мы почти не принимаем его на свой счет но что говорит священное писание об этом в греческом это слово имеет два различных значения одно положительное как ни странно а другое отрицательное первое проскоматос если перевести на наш язык то это звучит как спотыкание это слово в основном употребляется в священном писании в основном только по отношению к иисусу христу первое петра 2 7 христос камень притыкания камень камень соблазна второе место римлянам 9 32 33 ибо преткнулись а камень преткновения как написано вот полагаю все они камень преткновения камень соблазна но всякие верующие в него не постыдиться но есть как ни странно пару стихов которые обращены христианам используется это же самое значение слова соблазна хочу уточнить что вот это слово проскоматос она является не отрицательным но положительным в римлянам 14 20 худо человеку который есть на соблазн кто был внимателен на слайдах рядом со словами соблазн были слова на греческом языке в первых семи стихах они были одинаковы а в остальных они были совсем другие они отличались касательно римлянам 14 глава 20 стих апостол павел напоминает нам и говорит не о чем-то греховном и нечистом а об используемых по собственному усмотрению свободах которые у нас есть эти свободы не несут себе ничего греховного и является своего рода определенным даром бога нам людям это дар когда мы кушаем и мы чувствуем вкус когда мы вкушаем какую-то пищу когда мы пьем какие-то напитки и мы способны различать вот эти вкусово вкусы этих напитков и это все чисто по сути своей это добро но опасность кроется в том что если сильные христиане будут вести себя эгоистично и неосмотрительно то эти благословения могут оказаться могут стать злом ибо худо человеку который есть на соблазн поэтому не лучше не есть мясо и если вы знаете в чем может споткнуться ближний то не стоит делать этого хотя само по себе это не греховное и не делать ничего того от чего брат твой притыкается потому что это прежде всего препятствует божьему труду верующим человеке бог стремится укрепить верующего как мы читаем ефесянам 4 11 и он поставил одних апостолом других пророком иных евангелистами иных пастырями учителями совершению святых на дело служения для созидания тела христова доколе все придем в единство веры и познания сына божия в мужа совершенного в меру полного возраста христова дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков по хитрому искусству обольщения но истинную любовью все возвращали в того кто есть глава христос в то время когда очень часто мы своей свободой мы губим верующих братьев и сестер и это неправильно и так не следует делать ничего того чего брат твой притыкается как говорит священное писание удовольствие которое приносит еда питье или любая другая дозволенная дозволенная нам свобода она ничего не значит в сравнении с духовно благополучием братьев и сестер в иисусе христе все эти вещи которые вроде бы они не греховные но они могут стать греховными они могут послужить к преткновению одного из малых сих за которых умер иисус христос но есть и другое значение но это это значение оно отрицательное братья включите пожалуйста четвертый слайд вот так оно пишется в греческом на греческом языке но если вы заметили есть несколько букв которые схожи с русскими следующий слайд на этом слайде вы видите буквы которые схожи с русским с русскими буквами следующий слайд а наверху буквы которые переведены на русский язык я их написал выше но если мы соединим тогда вот это слово скандалон на греческом звучит скандалон и последний слайд вот этот корень этого слова соблазн переводится как скандал если мы посмотрим в мире что это такое что такое скандал то проблема скандала заключается в том что не только подрывая чей-то авторитет тех людей на кого были устремлены взоры людей но и происходят раздоры происходит обиды недовольство порой люди не разговаривают друг с другом годами скандалы в основном связаны с людьми на которых возложена большая ответственность с тем людьми на которых люди которые всегда находятся под определенным прицелами взглядом общественности любое нарушение или выход за рамки морали или закона сразу вообще вообще в общественности поднимается скандал и это же если то же самое сделает какой-то простой человек деревенский житель никто и глазом не моргнет и проблема скандала была не в том кто его поднимал хотя он тоже виновен но в основном в том кто нарушал те постановления и законы которые сами должны были соблюдать и быть примером в этом кто-то скажет ну это в мире мы в церкви к большому сожалению и в церквях это бывает не зря священное писание предостерегает нас значит в этом есть определенная опасность давайте мы возьмем пару примеров матфея 15 12 тогда ученики его приступив сказали мы знаешь лишь что фарисеи услышав слово сие соблазнились скандалон за за что заставило фарисеев соблазниться христос сказал всего лишь одну фразу не то что входит в уста скверняет человека на то что выходит из уст оскверняет человека основываясь на этом стихе и зная постановление и законы этих людей и те правила на которые они больше делали акцент нежели на закон данный богом то для них важно было омовение рук омовение чаш и этому не придавали большое значение христос говорит это неправильно это шло в разрез с их пониманием они даже не хотели слышать дальше они не хотели пересматривать свои устои они не хотели меняться они просто уходили в жизни людей есть моменты как когда они отвергают слово божье на корню потому что она идет в разрез их пониманием воспитанием какими-то правилами которыми они привыкли и которые им выгодны иногда даже закрывают глаза на то что это противоречит священному писанию потому что люди не хотят ничего менять и в этом тексте употребляется это слово скандалон человек бунтует против бога не обязательно быть может быть явным бунтарем но часто люди молчат в общественности но внутри не соглашаются со словом божьим понимая что согласие со словом божьим побуждая человека меняться и истинно рожденный свыше человека он осознает это и он меняется второй пример я на 653 иисус же сказал им истинно истинно говорю вам если не будете есть плоти сына человеческая пить кровью а то не будете иметь себе жизни ядущий мою плоти пьющий мою кровь имеет жизнь вечную и я воскрешу его в последний день ибо плоть моя истина есть пища и кровь моя истина есть питье ядущий мою плоти пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем как послал меня живой отец я живу отцом так ядущий меня жить будет мною сей то есть хлеб шедший с небес не так как отцы ваши ели манны и умерли ядущий хлеб сей жить будет вовек и в конце 66 стих с того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним посмотрите были люди уже которые находились в статусе учеников иисуса христа это люди которые видели все чудеса которые сотворил иисус христос это люди которые слышали речь иисуса христа они были приближены к нему они соглашались совсем но услышав если не будете есть плоти сына человеческой пить кровь его то не будете иметь себе жизни не понимая как это может быть взбунтовались начали возмущаться что и привело к тому что они ушли но почему это произошло ибо иисус от начала знал кто суть неверующий христос знал каким духом они живут размышляя над этим я задался вопросом каким меня лично знает христос сегодня можно встретить людей которые знают писание очень хорошо возможно многие из них является какими-то учителями в церквях и все их устраивает но бывают моменты когда сталкиваешься с определенным текстом священного писания и ты должен принимать это верой если непонятно ты должен принимать это верой и через это христос через это бог хочет проверить нас зачастую но люди все-таки пытаются понять своим разумом есть люди которые согласны со всем но они не согласны с первой главой книги бытие где говорится о том что бог сотворил весь мир за шесть дней и они этого понять не могут и это идет в разрез их пониманием для того чтобы оставаться христианами и вместить каким-то образом свой разум они просто добавляют священное писание теорию эволюции можно ли это назвать бунтом абсолютно один человек сказал как то что тот кто не согласен с первой главой бытие вопрос времени он обязательно подвергнет сомнению божественность иисуса христа в будущем вы заметили что все меньше слышится молитв которые просят бога о том чтобы бог пришел как можно скорее за своими возможно такие молитвы мы сможем услышать в странах где гонят христиан странах где убивают христиан в странах где лишают человеческих прав и так далее но там где все хорошо люди не хотят что-то менять им все нравится как есть и даже когда мы читаем священное писание мы открываем мы видим на странице священное писание что вот здесь я поступил не так вот здесь мне нужно еще работать вот здесь мне нужно что-то менять своей жизни мы откладываем в сторону тем самым мы становимся вот этим соблазном мы бунтуем против бога просим ли мы бога о том чтобы он показал что нам нужно менять в наших отношениях с ним или нет время идет согласно ли мы идти путем преображения в образе иисуса христа или же все-таки наша человеческая природа она берет вверх не соглашаясь то с одним то с другим текстом священного писания если же все-таки мы согласны то должен быть должен быть виден результат нашего роста да это сложно но это возможно доверяясь иисусу христу доверяясь его слову даже тогда когда мы не понимаем почему и зачем полагаться не на свой разум а на его слово в этом то я проявляется наше доверие и мы сможем идти до цели пусть путь христианина он не всегда гладкий прямой в жизни часто мы можем встретиться с разочарованием можем встретиться с болью непониманием со стороны близких уныние может одолевать нас но все зависит от того видим ли мы цель в конце пути или наш взор затуманен и наша своего рода близорукость она не дает нам поднять глаза к небу да благословит нас всех господь и покажет что мне и каждому из нас нужно изменить чтобы мы были все готовы к его пришествию когда оно наступит аминь давайте встанем на наши ноги и будем молиться аминь аминь